Добрый вечер, дорогие друзья, с вами в студии Аберт Хаус. Добрый вечер, дорогие друзья, с вами в студии Аберт Хаус. Добрый вечер, дорогие друзья, с вами в студии Аберт Хаус. Да, мы тут решили поменяться, это прикольно будет. Вот у нас будет такой выпуск, и он будет посвящен одной очень интересной теме, которую вы, ну, примерно разберетесь по ходу дела. Как сказать, давайте подключайтесь, я сейчас уже не вижу, кто там присутствует в онлайне, сейчас эту функцию будет выполнять Роберт. Я сегодня буду вам включать музыку. Роберт мне будет зачитывать все комментарии, которые приходят, ну и прочее подобное, ну а там разберемся. Ну что, Роб, давай тогда выключай там вот это вот, и мы, собственно, начинаем. Итак, Бёрд Хаус Вайбс номер 8. Погнали! Ну а тут уже, собственно, подлетают прикольные комментарии. Народ подключается, говорит «Ееееее! Привет, любимые!» Алексей, привет! Алексей, это случайно не брат Катерины Кокаулиной? Я сегодня предпочту занять такую роль, голоса за кадром. Очень приятный молодой человек сегодня, красивый молодой человек сегодня в основном кадре. Отличный диджей, мегаведущий, философ, бизнесмен. Музыкант! Катя, царица, здравствуй! Рад тебя видеть в эфире! А для тех, кто сейчас только что подключился, я расскажу немножко тему нашего сегодняшнего эфира. Сегодня вы звучат композиции, которые свободны от копирайта. И в целом мы обсуждаем сегодня тему копирайта. Кто-нибудь знает, что это такое вообще? Катя, царь. Катя-царица 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 Я еще хотел бы вас всех попросить максимально раскидать друзьям эту трансляцию, чтобы нам было вместе веселее в комментариях. Можно устраивать всякий дичь и писать всякую несуразицу. Мы на нее весело отреагируем. Как будто гелия надышалась. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 в аппетитного, но что-то могу оголить. Но аудитория-то хочет увидеть голые тебя, а не меня больше. Им-то нравится мой битбокс, а вот то, как ты поешь, всем насрать. Все хотят только твои сиськи, понимаешь? Так что увидимся завтра в 21.00 здесь, в студии Birdhouse. А за пультом сейчас Avil Ket. Музыка свободная от копирайта. Немножечко насладимся этим сладким саундом, а потом его попробуем на вкус и обсудим. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а пока меня хотят заставить в комментариях в завтрашнем эфире оголить сиськи, я предлагаю устроить голосование среди подписчиков и тех, кто сейчас в прямом эфире. Кого вы желаете увидеть голым завтра? Меня или Катю? Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok 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 случайно. И такой подумал, что люди верят в чудеса, и они это любят. Чудеса всякие. Но все это случается только потому, что они не учили в школе физику. А вы как думаете, чудеса правда есть? Есть ли основание какое-то утверждать, что чудеса называются чудесами? Или это всего лишь причинно-следственные связи, которые сложно объяснить? Вертепщик интересуется, в каком из следующих эфиров я встану за пульт? Дорогой мой друг Вертепщик, когда я встану за пульт, точно не могу сказать, но могу сказать, когда я буду заряжать этот эфир энергией. И это будет завтра в 21 час вечера по Москве. Илья Баряев поддержал тему чудес, и говорит, что сейчас школьной программы мало, чтобы объяснить, в принципе, чудеса. Ну ты знаешь, Илья, я думаю, что наши школы, в принципе, это чудеса какие-то в хороших и в плохих смыслах. Ну так вот, готов немножко даже пообщаться. Даже так? Да. Что у нас там? Подожди, вот так. Антон, ты веришь в чудеса? О, вот это неплохо, по-моему, получается. Да, смотри. Когда ты фильтром режешь. Вот так вот, чик-чик-чик, вот так вот, хопа, и вполне можно, да? Нормально меня слышно, да? О, да это же чудеса. Да, так вот. Всем привет, кто подключился к этой трансляции. Я всех очень рад вас видеть, дорогие мои котятки. Кто там бы ни был, кто там нас смотрит, слушает, включайте свои аудиосистемы как можно громче. Это я всегда вас прошу. И не беспокойтесь ни о чем, ни о соседях, ни о прочем подобном, потому что хорошая музыка и высокая культура. Ну, мы же на это претендуем, Роб, да? Высокая наука? А, наука, да? Ну, хорошо, и высокая наука спасут мир. Итак, что там, значит, вы спрашиваете, да, об чудесах, я правильно понял? Да, ну, давай начнем с простого. Ты вообще веришь в чудеса? В чудеса? Нет, я в чудеса никак не верю, я вообще ни во что не верю. Я верю исключительно, ну, даже не то, что верю, я уверен в человеческом разуме и в то, что, ну, собственно, в человеческий прогресс, вот так скажем. У нас тут внезапно в студии появилась еще одна камера, причем она живая, динамическая. Значит, ты не веришь в чудеса, ты веришь в разум людей, да? Да. Я считаю, что чудеса, нет, они как бы существуют, они существуют исключительно вот в нашем мозгу, это такова наша интерпретация реальности в силу невозможности ее объяснить. Ну, окей, окей, если с чудесами более-менее как-то ты обрисовал рамки понимания, то с разумом людей это не очень понятно, ведь, ну, ты думаешь, что правда у всех людей есть разум? Ну, в общем-то, он есть у всех людей, кроме тех, у кого их... Нет. Тех, у кого его нет, так сказать, по медицинским соображениям. Я надеюсь, никого не оскорбил. Я надеюсь, что ты не оскорбил меня. А что? Есть что? А что есть? Да, ну и что там еще народ спрашивает, кто там у нас онлайне? Кто там? Кто говорит привет, кто говорит пока? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кто там, ребятки? Ну, у нас в эфире диджей-вертепщик Сергей Сорокин. А, Серега, здорово, здорово. Че, как твое, ничего? Как тебе музон, который я сегодня включаю? Да, значит, как уже Роб сказал, тема такая, в общем. Я подумал, почему мы не можем стримить на Ютубе? Ну, собственно, очевидно, почему, потому что, если мы будем включать композиции, которые защищены авторским правом, и нам нужно обязательно, ну, понимаете, да, нужно просить разрешение, там, получить лицензии и так далее, и так далее. Можно? Можно, но если композиций крайне много и нужно что-то выдумывать на ходу, то не всегда знаешь, а что ты будешь включать. Ну, только если у тебя настолько сильно подготовленный сет, и вообще, короче, это есть реальная проблема. Так вот, ну, на Ютубе, я думаю, что те, кто занимается созданием контента на Ютубе, знают, что в разделе творческой студии есть такая, там, менюшечка фонотека, где вы можете прослушать и скачать совершенно любой трек. Все эти треки, они, нет, они тоже защищены авторским правом, но они, их можно использовать под так называемый common license, то есть свободное использование, короче говоря. То есть авторы, кто написал эти произведения, они специально выложили их в открытый доступ, специально все это там дело сделано как надо. Вот, вы можете брать эти композиции и использовать их в своих проектах там, где угодно. Если такие композиции будут исполняться, например, на Ютубе, соответственно, алгоритмы Ютуба не будут считать, что вы нарушаете чьи-то авторские права. Ну, в общем, исходя из вот такой идеи, что там, ну, как бы очень много действительно годных треков я нашел, подумал, а почему бы не сделать целиком и полностью весь сет, состоящий из вот таких композиций. Собственно, сейчас то, что вы слышите, это все как раз произведение под той самой common license. Я думаю, что Ютуб нас не заблокирует на этот раз. У меня сразу появился вопрос. Вот ты зарядил нам целую компиляцию треков на целый сет, да? Тебе приходилось выбирать из множества или ты взял все, что, грубо говоря, есть там было? Нет, я выбирал из этого еще. То есть то, что, по-моему, звучит интересно, то, что подходит под средний BPM сета. То есть, ну, чтобы особо... нет, можно, конечно, скакать по BPM от 120 до 130 и больше, и меньше, неважно. Ну, не особо большой скачок. Ну, нет, тем не менее, извините, 120-130, разница все-таки... Восприятие очень большая и, ну, короче, я как-то выбрал, вот сейчас у меня работает на 126, то есть довольно-таки такой средний темп, это нормальный темп моей деятельности, соответственно, вот, так сказать, сугубо на своем вкусе старался что-нибудь вот такое соорудить. Ну, собственно, будет видно, да, что получится. Большинство треков... нет, я уже, конечно, отслушал, точнее, я все треки отслушал, но большинство по разу, поэтому получается все равно такая вот импровизация. Такие дела. А скажи еще, пожалуйста, вот ты скачивал треки, там они свободны от киперрайта, свободны от авторства, да, но имя автора там подписано и название трека? Да, они есть обязательно. Ну, то есть как-то человек себя обозначает. Но на использование никак не претендует. Еще раз, что ты имеешь в виду? Ну, то есть если треки свободны от киперрайта, значит, у них свободное авторство. Нет, у них есть автор, у них есть конкретный автор, то есть ты не можешь эти треки использовать в коммерческих целях. Понял. То есть если ты хочешь, даже не так, окей, сейчас по-другому сформулирую. Если ты делаешь какой-то ролик на Ютубе, то есть это для Ютуба сделано специально, если ты делаешь какой-то ролик на Ютубе с использованием данных треков, ты можешь получать монетизацию с этих роликов, ты можешь там рекламироваться и так далее. То есть фактически они будут как бы в коммерческой деятельности, но ты не можешь присваивать себе авторство этих треков. То есть, да, у этих треков есть обязательно автор, и в каких-то случаях ты не обязан указывать его автора, но ты не можешь сказать, что это мой трек, нет, это не твой трек, чувак. А в каких-то случаях, например, композиции Кевина Маклауда, там, например, нужно прямо указывать, что да, это композиции, вот его. Ну и там еще ряд композиторов и проектов. Большинство же из них, они вообще свободны, то есть просто берешь, вот используешь и пофигу. Как бы, вот такие дела. Тут у нас в чате движущечка нарисовалась. Так, 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 кто там, чего там, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Движущечка движня. Давай, зачитай. Ну, во-первых, вертепщик заценил луп, он говорит, какой приятный луп Антоха, просто наслаждается. Сколько он уже это тут-то идет? Там, на самом деле, в одном треке у нас на 16 тактов, на другом треке 8 тактов, и вот они тут подряд, без какого-то особого даже, не сильно резал, короче, по частотам, ну, разве что в втором треке полностью убрал низкие частоты, а так в остальном наложение, как бы, вот оно работает, да, вот, пожалуйста. Хороший фончик, чтобы разговаривать, да? Да, отличный фончик. Да, пусть работает. И вот, Серега, ты еще добавляет, что чем больше болтаешь поверх музыки, чем больше накладываешь эффектов, и чем чаще миксуешь, не дожидаясь конца трека, тем меньше шансов у роботов определить авторство. Правильно, да, все верно. Ну, а также, друзья, кто сейчас нас смотрит, если что, Антон, отличный юрист, и если вам нужна какая-то юридическая помощь, то звоните по номеру, ну, который указан у нас, например, в группе ВКонтакте, Birdhouse, и задавайте свои вопросы. Ну, относительно рекламной интеграции еще успеем вставить, потому что у нас, так сказать, все равно много тех нас поддерживает, и которых стоит упомянуть в трансляции, как наших спонсоров в той или иной степени. Да. Да, кстати, вот случай такой один интересный был по поводу копирайта. Как-то раз мы с Женей Михайловым ездили на фестиваль «Городецкий пряник», и он читал свой стих и зачитывал его под минусовку, ну, фрагмент из музыки Фрэнка Дюаля. И когда видеографы пытались выложить это на свой YouTube-канал, видеозапись, даже то, что он говорил поверх этой небольшой минусовочки, обработанные причем, YouTube запретил выход всего ролика, там вставка-то всего секунд на 30, а вся видеозапись была 30 минут. В общем, забраковали всю запись, было очень грустно. В общем-то... Ну, понятное дело, да. Роботы отличные, ребята хорошо работают. У меня был случай, у меня был случай такой, когда я записал детский утренник, ну, то есть, сделал съемку собственного ребенка в детском саду на утреннике. И для того, чтобы показать этот ролик, соответственно, ну, там, друзьям, родственникам, я его залил на YouTube, потому что YouTube у нас что? Правильно, это сервис видеохостинга внезапно, да? То есть, вы не знали, а как бы он... Это его миссия основная, сервис видеохостинга. Я его залил на YouTube, причем, соответственно, ролик был полностью закрыт, только доступ по прямой ссылке, которую, соответственно, я давал только тем, кому надо. Вот, никто не мог этот ролик просто так посмотреть. Так вот, этот ролик был заблокирован спустя, если не ошибаюсь, секунд 30, после того, как он был загружен и обработан. Полностью заблокирован, удален, его вообще нельзя было даже просматривать, вот даже его расшарить друзьям. То есть, в открытый доступ, как я говорю, его не было. Какая композиция послужила этому, вот как ты думаешь? Мадонна, Леди Гага, Линкинг Парк? Ну, предполагать-то можно бесконечно, на самом деле. Ну, какие-то крупные, да, наверное, правообладатели, такие мировые, серьезные, которые прям не дают-не дают возможности, чтобы использовали. Ну, например, или мелодия из «Ну, погоди». Да, что-нибудь такое вот. Ну, что-то культовое, наверняка. Что-то очень культовое. Леонид Агутин «Заграница». Ну, вот такие дела. То есть, серьезно, в своих сетах использую, я не знаю, там, ну, всякие известные вещи, там, мне нравится, допустим, Борис Брейча, я часто его включаю в своих сетах. YouTube, в худшем случае, просто выключает звук, либо снимает монетизацию. То есть, я при этом могу роликом поделиться. Но он как бы, ну, не настолько все серьезно, да, хотя казалось бы. И тут, ну, вы поняли. Ладно, в общем, такие дела. Так что, вот, копирайт, копирайт, копирайт им погоняет. Ну, погнали дальше, наверное, да? Да, отличный луп, который мы уже заслушали. Да, поэтому, как там будут какие-то еще у нас интересные вещи. Да, ребята, к вам, к вам все. Пишите побольше, присылайте смайлики, присылайте пальцы вверх и прочее-прочее. Расшаривайте данное видео, оно свободно от копирайтов. И это Birdhouse Vibes номер 8, я и Вилкет за пультом. Мы зажигаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну, а если у вас был какой-то интересный опыт, связанный с авторскими правами и копирайтом, Нам было бы очень интересно о нем узнать и обсудить его здесь в прямом эфире. Поэтому пишите свои краткие истории в комментариях под этим видео онлайн эфиром. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Но, если что, как бы вы знаете, кто такой крутой чувак написал такой трек. Короче, чуть-чуть фигня какая-то получается, всё. Всё, ты устал, что ли? Нет, просто забей. Просто забей? Да. Ничего не было, всё. Серёга, бывает, блин. А у тебя есть такая штука, как у людей в чёрном? Да, вот так, всё, ничего не было. Ну, а теперь надо что-то сказать, чтобы пустой фрагмент заполнился каким-то воспоминанием. Интернет заказчик. Нет, смотри, как это делается. Так, давай, мастер-класс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыка свободная от Купирайда Сергей, спасибо, что все еще с нами Респект, уважуха Кстати, Сергей, ты не думал, когда ты хочешь еще раз запустить свой онлайн-концерт, или ты хотел бы уже переглещаться в клубы? Ну и в целом вопрос не только к Сергею, не только к Даркепчику, а в целом к тем, кто нас сейчас слушает и смотрит Друзья, как вы уже? Хотите ли вы снова тусить в клубы? Готовы ли вы к этому? Есть предположение, что у вас сейчас вот скоро самоизоляция надоверливая закончится, и мы всем ух, как захотим тусить Да, но есть предположение, что денег на это не будет Как у вас обстоят с этим делам? Механикорн, привет! А как ты уже? Рвешься ли ты в клубы? Я бы хотел вам всем устроить прямо концерт-марафон по всем клубам, которые есть в зоне доступа, на которые хватит силы Ребята, если вы желаете, встретимся в личке А, да, Даркепчик желает выйти к нам в эфир снова, но он не может определиться с тематикой и стилем А знаешь, Сергей, для тебя есть... у меня такое предложение Конкретно тематика и стиль Стиль самый жесткий Тематика, наконец-таки восстание Бунт и завастовка против самоизоляции Встретимся в клубе Механикорн говорит, что желание появилось, но боится, что будет слишком жестко Знаешь, что, Никит, мы с тобой эту тему уже так затрагивали мальком И если хочешь, мы можем устроить даже батл У кого будет жестче? У кого будет тверже, длиннее и громче звенеть? Если хочешь, можем устроить Наверняка ты только слышал о таком жанре, как Даркстеп Ты, конечно, сводишь очень круто Но я думаю, что моё музло будет погоще Коль уж мы заговорили о женстве Позвольте мне немножко зжестись Хотя, кого я спрашиваю Вот я думаю, что не хватает сисек на заднем экране у Антона Да, жестче Но также Катя, царица, пишет нам жестче И мы говорим о сиськах Друзья, завтра в эфире в 9 часов будут сиськи Поэтому запланируйте себе свободный вечерок, чтобы быть онлайн Друзья, хочу вас спросить Как вы считаете, лучше без эха? Или вот с таким вот легким эхо? Жду ваших ответов в чате Эвилкет Эвилкет Благодарят Единогласно принято эффект с голоса убрать Спасибо, друзья, за интерактив Как у вас вообще в целом дела? Чем вы сейчас занимаетесь? Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Еее, респект, ребята! Кстати, насчет компрессора и сатуратора Да, это отличная идея Но пока мы собрали всего-то 450 рублей То это с прошлого эфира Намек ясен? Читаю ленту ВКонтакте И здесь Попалось такое утверждение Что самый опасный человек для государства Это велосипедист ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если мой предыдущий намек был слишком тонкий То, во всяком случае, он не был коротким, знаете ли И могу сделать потолще намек, друзья Пускай у нас микшерный пульт в данный момент аналоговый И в нем нет встроенного компрессора Мы можем накопить денег и приобрести либо цифровой пульт Либо аналоговый с компрессором Либо отдельно рэковый компрессор И то, и другое Было бы нам под руку и отлично Но, как видите, у нас сверху в левом верхнем углу экрана Всего лишь висит 450 рублей Если вы увеличите эту цифру на побольше То мы станем ближе к отличному эфиру И звук станет прямо настоящим профессиональным Да, пульт на самом деле с эффектами Но почему-то Почему-то не очень хорошо заходит Хотя я очень люблю эти эффекты Мне прямо нравится их использовать Устрашающие эффекты Если вы засмотрелись в эту эфиру Оптимус Прайм, иди уже домой Ваши дети у нас в заложниках А, Мегатрон, извини Не узнал, перелогинься Жалкий автобот Поэтому, собственно, мне и нравятся эти эффекты Никита Зиновьев пишет, что всегда лучше иметь аналог Больше возможностей и вариативности Ну и также он тяжелее весит Да, понимаю, что аналог это всегда очень прикольно Это old school Но если ты не научился пользоваться цифровым пультом То смотри, YouTube, братан Дам тоже массу возможностей Которых даже у аналогового пульта Просто не может быть иногда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Антон, а ты как считаешь, какой микшерный пульт нам подошел бы лучше? Аналоговый или цифровой? Сложно сказать Вот, например, Никита Зиновьев утверждает, что ему сейчас стало обидно за аналоговый пульт И аналоговый пульт, по его мнению, добавляет некой ламповости Можешь это прокомментировать как-то? Я знаю одного диджея, который не учился в школе Но в возрасте 18 лет у него уже 10-летний стаж диджеинга Ему только стукнуло 18, а он уже 10 лет диджей Я также еще знаю одного диджея, который в 13 лет стал диджеем и уже работал на свадьбе Не скажу, кто это, кто сейчас смотрит нас, тот понял Игорь Милосердов, новый подписчик, привет Кажется, я узнал, кто это Чебоксары, здравствуйте Для тех, кто сейчас нас смотрит, друзья, вы тоже можете попасть в наш прямой эфир студии Bird House Что это было? Это была такая аудиошок терапия Круто, мне понравилось Как будто сзади что-то вставили, да? Шутки ваши за 300 У меня двойка по шуткам А у Никиты все плохо с русским языком, поэтому и по географии тоже два Павел Романов, привет, респект у вас, Жуха Как-то музон разошелся, что и у меня как-то уже на стуле спокойно не сидится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Друзья, ваше здоровье Попробуйте угадать, что я пью Это не мой прикол, это придумала Катя Царица, но Но вы все равно можете попробовать угадать, что я пью А, и когда угадаете, я запью Вот так мы танцуем, сиди на стуле Посмотрим на задний вид отгона Вот, сегодня катался по городу и заприметил такую штуку, что как-то машин стало больше и люди какие-то слегка в напряге Это хорошо ощущается из-за поведения других водителей и в целом движения потока Друзья, как у вас настроение? Спасибо всем, кто нам желает хорошего стрима Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Катя Царица пишет, что ей завтра понадобится два фужера разного вина А если одинакового? Ну не знаю, может быть У нее какая-то суперинтересная идея Которая она опять всех шокирует Если кто не в курсе, то эту фишку она готовит на завтра здесь в прямом эфире в 21.00 Что-то предвкушается интересненькое в ее стиле Друзья, как вам идея в конце самоизоляции устроить огромную тусовку? Прямо снять клуб И всем-всем-всем Кто у нас был в эфире И кто смотрел его в эфир Зарядиться прям в клубешник в тусню И будет много выступлений И много веселья Как вам такая идея? Друзья Я постепенно зачитываю чат Алексей Вортекс Я тебя абсолютно не игнорю А если я что-то пропустил из твоих сообщений Можешь продублировать Я обязательно их зачитаю и отвечу тебе Леха, здорово Кому там еще сказать привет? Что-то сегодня я настолько увлекся Всем этим вот включением Потому что Ну потому что, наверное, что, еще раз объяснить, да? В чем там фишка? Давай еще раз, лишним не будет Да Итак Только сделай платежи Да, 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 да Конечно, и так Всем тем, кто к нам подключился Па-па-па-па! Да, всем привет! Конечно же, это Birdhouse Vibes Номер 8 Мы вещаем из Birdhouse Studio Я, Evil Cat Сегодня за пультом диджея За пультом оператора Роберт Лесничий И мы сегодня Решили сделать вот такую прикольную штуку Мы включаем музыку, которая Свободна от копирайта Ее можно транслировать Свободно на любой платформе На Ютубе особенно Который такой вот У нас главный Борец с нарушениями авторских прав Ну и везде Да Все эти мелодии, они такие Честно скажу Ничего особо такого интересного я не увидел Кроме, наверное, вот одного трека Остальные Ну нормально разве что И чего-то в них не хватает Явно Но Концепция есть концепция А тут люди жа-жа-жа